Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели! И у нас в гостях герой России Николай Соболев. Здравствуйте! И его отец Сергей Владимирович Соболев. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую вас у нас в студии. От всей души поздравляю от всего нашего коллектива с высоким званием Герой России. Поздравляю с наступающим Днем Победы. И первый вопрос. Когда, при каких обстоятельствах вы узнали, что вас представили к такой высокой награде? Да, все гораздо просто. На самом деле мы сидели, ждали, ждали. Ну, вообще выполняли свои повседневные боевые задачи. Все просто. И тут мне в 14 часов в марте позвонил командующий и такой говорит, все, Николай, поздравляю, тебе все подписали, приказ состоялся, зачитали. Я такой, да? Ну, как-то странно, слишком просто. И видите, тишина такая. Я думаю, наверное, меня это подшутили, может быть. Ну, думаю, уровень командующего-то точно не может подшутить. Ну, ладно, так сижу, сижу, тишина. И где-то, ну, проходит там совещание военное уже. И часов в 19 вечера мне начинают названивать, все, поздравляйся. Я говорю, а, ну, значит, точно прошел, все, убедился. До последнего прям уже не верили. До последнего, конечно, не верили. Я скажу больше, нам даже когда вручение само было, мы как-то, ну, волновались, понятно, все делали. Ну, что-то 15-20 минут, все, Шойгу вручил, пошел. И мы такие стоим, как это, как у разбитого крыта, да, и что, и что, куда, вообще, что, все, да? И мы не можем понять, типа, вроде вручили, а вроде как будто и нету, такие растерялись аж немножко. А вот полное ощущение то, что, да, вот, Герой России когда пришло? Да, наверное, оно и до сих пор не пришло, если честно. Да, ну, нет, ну, груз ответственности ты все равно чувствуешь, как ни крути. И это уже очень большая, высокая ответственность у тебя, вот, раньше хоть было право на ошибку, а теперь у тебя его просто, ну, не существует. Даже мысли уже это можно откинуть, что у тебя есть возможность ошибиться. Вот мы фотографии смотрели, когда мы узнали про это, мы все за этим смотрели, наблюдали, очень радовались. Посмотрели сразу ваше первое интервью, где вы с Игорем Юргиным говорили, что вы скучаете по родине. И мы посмотрели после интервью с вашим отцом, и всем коллективом, копия своего папы, Сергей Владимирович. А вы как узнали, и как до вас такая хорошая новость дошла? Ну, Коля скинул, этот, тоже там пересылка была по WhatsApp, что да, мне подписали. И тут же, наверное, через час мне звонит однокашник, он у меня в училище, говорит, подтверди. Я говорю, да вот только разговаривали, то есть как бы есть все. То есть уже на уровне училища прошло, дальневосточного общевойскового. То есть и дальше, дальше, там уже взводные чаты наши свои, то есть и поехало, поехало. То есть да, действительно, ну, ура. Да, конечно, и благо гордость, да, и сын, герой России. Вы 13 лет не были у себя на родине. Изменился якутик. Да, конечно, я всегда прилетел, сразу не узнал. Ну, вроде город-то один, ну, название одно, а город-то совсем другое. Я даже вот, у меня время появилось, я прогулялся по улицам. Ну, возьмем в сторону, ну, бывшая улица Автодорожная, она сейчас... Проспект Николаева. Да, проспект Николаева. Ну, там обычно ничего не было, а тут хлоп уже многоэтажки все построил. Вот сейчас музей моей истории появился. Вообще, мы такой, да ладно. А ему не было еще? Не было, не было. Ну, я вот в 11-м году уехал, как поступать туда. Все есть моменты после поступления в училище, распределился туда, где служу сейчас. И больше у меня не было возможности приехать. Все в работе, в работе, служба. Да, в работе, конечно. Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, нам, какой был Николай в детстве? Да, как все пацаны охламонисто воспитаны. Ну, я всегда, я честный человек, я всегда открыто всем говорю. Я на самом деле был разгильдяем. Ну, не то, что разгильдяем, я учился в любом случае, я старался как-то. Я тянулся к знаниям. Мобилизоваться мог. Слово «надо» знает. То есть, прям «надо», он сел, выучился, вышел, все. То есть, ну, и какой-то последний класс, и мы особо уже даже за учебой не следили, потому что знали, что нормально там отстреляется, хорошо. Да так все четко отстреляется, хорошо. Это получает родительское доверие, которое вы вот сейчас, вы прям его полностью оправдали. Вы сами вот, какой был ваш папа вот в ваших глазах? Военном. Не, ну, с другим там. Все гораздо просто, а мы военным человеком, который служил, что у меня мать военная, что отец был военный, они постоянно на службе. Ну, я бы сказал, они мне зародили поиски приключений. Вот они их постоянно у нас все время. Вот лето наступает, у отца отпуск идет, у него два месяца было. Все, мы собираем машину, какие-то экспедиции, куда-то в Ваймикон поедем, Ленский стал бы, что-нибудь здесь посмотрим. Ну, природа-то в Якутске очень шикарная. Там зимой так, минус 50, что делаем? Да, поехали, под лед поныряем. Я говорю, ну, минус 50, какой под лед поныряем? Под лед поныряем, а это что? Ну, с аквалангой, да, да. Вот здесь прям на лене возьмем, в лунку выроем, все, вот. Пошли окунемся, ну, пойдем, ладно. Ну, минус 50, нет, пошли. Ну, ладно, пойдем. Ну, так насыщенно, так хорошо. Да-да, детство насыщенное прошло в этом плане, постоянно где-то мы катались везде. И у меня вот сейчас даже жизнь зародилась так, что у меня каждый отпуск – это путешествие. Вот, хоть даже если это будет 10 дней, но на 5 дней мы обязательно с женой куда-нибудь поедем. Это вот прям обязательно. Я вот с женой сейчас посмотрел, очень тоже похожий сын. Все так говорят. Сергей Владимирович, в третьей школе рос и учился Николай. Вы работали в 10-й школе, как я понимаю. Нет, я в то время был здесь преподавателем военной кафедры. В Якутском государстве? В Якутском госуниверситете, да. Вот до 10-го года. А потом, куда я ушел уже? В автодорожном факультете. Потом перешел в ДОСАВ. Успел поработать начальником водолазной службы в службе спасения. Вот поэтому и ныряние. Как бы, да, тут все. Ну, это ныряние давно было. И в 10-й школе я вот буквально последний год работаю сейчас. С ДОСАВа я ушел и пришел в школу. В интервью я читала, что это вы по военной деятельности пошли, вы по военной деятельности пошли. Но еще и ваш прадедушка, дедушка Сергея Владимировича, является фронтовиком. Да, он целый капитан. Он дошел до Австрии. Войну начинал он с финской начинал. Он в 1939 году призван. Закончил школу каких-то молодых командиров. Финскую. Войну отвоевал русско-финскую. И вот в Петербурге он блокадник. То есть он во время блокады непосредственно защищал Ленинград. И ушли они потом на Австрию. То есть он закончил, уже там есть фотографии, он бабушке присылает. Не помню, город какой-то из Австрии, там город такой-то стоит бравый капитан с орденами. У него два красной звезды. Вот. Гены. Гены. Перешли. Перешли, да. А он, дедушка, вам по линии? Матери. По линии. По отцу там был директор завода, репрессирован. Ну, времена были такие, что тоже. То есть как бы я только портрет знаю. И то мне отец его как-то... Мы раскопали на старом его доме. Он говорит, вот орех растет. Где-то я здесь с матерью зарывал портрет отца. То есть откопали там все это в рамке, потому что, ну, как бы сохранить надо было. А репрессии... Он в 59-м реабилитирован, но не доехал. То есть куда делся, никто не знает. То есть его... Знаю, что лагерная справка там есть, что освободили репрессии. Говорит, это как она, реабилитация, все. Дальше мы... Только пачка писем там мать, ну, бабушка писала. Вот. Бабушка Олимпиада Степана, она, как сейчас помню, там имя хорошее. Да, очень. А вы по военной линии пошли, вы прям решили? Ну, меня в основном дед тоже таскал. Отец у меня строитель. То есть он начальник трестаково-настрой в то время был. То есть он на стройках там по всему городу постоянно мотается. Он в 6 утра, я помню, встает, в 7 утра уходит на работу и там приходит вечером. Но хобби было настольный теннис. То есть он до сих пор, ему вот сейчас 78 лет, он до сих пор играет. Сейчас вот они живут у нас как раз в Луганской области. Город Коммунарск, сейчас Алчевск. И вот буквально они прошлые, в честь Дня Победы, он ездил в Донецк, играли в теннис с донецкими. На прошлой неделе, позапрошлой неделе приезжали донецкие к нам уже, в Алчевск играли. То есть тут все это двигается. А дед таскал, вот как я Колю таскал, так и дед меня. Какие-то рыбалки постоянно, какие-то эти. То есть, ну, деду тогда сколько, 50-60 было. Вполне нормально. С фронтовиками там, с однополчанами тоже. Ну, и заряд такой получен был. Что я не сомневался, что я пойду в училище. Был выбор только киевское, рязанское. И я так подумал, что дальневосточное, общевойсковое, это два локтя по карте. Там через всю страну, там конкурс будет меньше. На тот момент, 91-й год, у нас было 19 человек на место. В Киевском, которое было там под боком, было 12 человек. И Рязанское десантное 15. То есть, как бы, я попал, полустраны подумала, что там конкурса не будет. И туда поехали. Ну, училище суперовское, конечно. Прям суперовское. И вот, вы, получается же, вы сами не из Якутии родом. Нет, я вот на кафедру приехал по распределению суда. Ну, родина сказала, давай, нам нужен либо военкомат, либо на кафедру. Вперед, поехал. Сюда майором приехал. И ваша супруга, мама Николая? Она даже, наверное, месяца на два раньше уехала сюда. Здесь был госпиталь военный. Она приехала начальником инфекционного отделения. Вот наш госпиталь. Непосредственно якутский. Но это тоже он когда закончился? Наверное, в 10-м. Всё, вот у нас войска, которые были, 10-й, 11-й год. Ну, спасибо Сердюкову. Не будем тут в эфире какие-нибудь слова называть. Ну, хорошие такие были времена. Вы сюда потом переехали. Уже решено было здесь остаться. Ну, Николай же не здесь родился. Я так тоже видела по биографии. Родился в Мурской области. Да, переехал сюда сколько мне? 6 лет только. Ну, там тоже интересно. Да, я уже служил. Мама ещё доучивалась в Медии. Там она 7 лет же учится. И вот где-где родили у бабушки, да? Родили у бабушки, потом от бабушки забрали, жил в одном месте, потом в другом. У меня вот так вот постоянная жизнь. Тоже в интервью читала там такое, ну, в военной части, когда вы жили, Николая, это сказали, тоже по всем ротам я там сидел. И Коля, звезда всей роты развлекал. Все его, вся рота его там развлекала. Практически, ну, первые шаги прям даже вот в сфере. Наверное, как бы не в казарме первые шаги осуществили. Да, почти что в казарме. Висел на стенке в доме, что-то там с обоями не всегда, а плакат граната, ну, устройство гранаты. И вот он ещё на руках, года 3-4. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то Женька убежала на дежурство. Ну, типа, у тебя время есть? Насиди. Я, чё, ещё ж телефонов не сотовых нет, бывает, а крутилка. Ну, и, блин, чё орёт, орёт, чё надо, чё надо, чё надо. Она говорит, там плакат висит, граната, ты туда поднеси, и всё. А я вот вверх, а он действительно смотрит на эту картинку, раз, успокаивается, опа, уснул. Думаю, вот нормальный усыплятельный элемент. Гранат. Гранат, да, вместо гранаты. Вы когда в школе учились, ну, вот, баловались, да, там, и как нормальные подростки, и там, и с рванцом, и бегали по забо, по гаражам. Ну, куда без этого. Ну, тогда и времена другие были, у нас телефонов уже не было, как сейчас. Я вот даже вот в школу вчера в третью сходил, там, всё переменно, все сидят в телефоне. Я такой, так, а у нас в наше время, там, переменно, выбегаешь из двери, в портфель, в школу, там, за дверь, и всё, портфель в другую сторону, я в другую. Ну, детство хорошее. Детство хорошее, да. Вы вчера в школу своих сходили. Да. Учителей повидали. Да, их, они уже всё, все поменялись практически, там, одна учительница была, но она что-то ушла, и мы не успели встретиться. Там, физрука встретили. Там даже ещё... Самый главный жир в школе. Ну, да, да. Там даже ещё фотографии одноклассников висят, я говорю, столько лет прошло, а мы ещё висим, что-то удивительное. Он сейчас 28. Да. Молодой. Герой России. Вы пошли по стопам папы. В 2013 году вы поступили в Дальневосточное высшее общевоисковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского, который в своё время также окончил ваш папа. Там, как ваши годы проходили. Интересно. Ну, там уже ни портфель, ни в другой стол. Ну, там уже нет, там такого, конечно, не было. Там дисциплина уже всё началось. Причём дисциплина началась с самого первого захода на абитуру. Прям помню, там долгое время не было наборов училища больших. И мы были первым набором в 2013 году, когда нас набирало около 300 человек. И я прям помню, мы заходим, стоят второй курс, это единственный старший курс был. Они такие, добро пожаловать, Влад. И я такой, что? О, куда? Она вообще такие большие ворота царские стоят. И я такой, и что? Куда? Так, всё, построение тут же всё. И началось вот это построение. Подъём в 6 утра, зарядка в 6.10. Ну, всё, режим. Я такой, ну, всё, я теперь понял, почему он так сказал. Кормили тоже. Ну, да, в принципе. После домашней еды. Да, ну, конечно, после домашней-то привыкали. Не, ну, на самом деле, там грамотно всё было сделано. Первый курс нас кормили прям вот, я не знаю, как в ресторане, можно сказать. Там котлетки на обед, там всё. А как-то со второго курса уже потихонечку послабления пошли. Всё, ну, уж растёте, значит, можно и чуть послабиться. Не, ну, сильное училище. Я всегда говорю, что это училище одно из лучших пехотных училищ. Как ни крути. И оно очень сильную базу дало. Не знаю, конечно, столько времени уже прошло после выпуска. Шесть лет. Как сейчас всё поменялось. Ну, я с гордостью всегда говорю то, что вот мы из ДВОКУ. В Дальневосточном Червского закончили. И, как показала практика, и на фронте всегда ДВОКУ видно издалека. Как ни говорится. Вот, ты знаешь, что, о, там, ну, там направление воюет такое-то, такое-то. Ну, даже по действиям видишь, о, ну, ДВОК воюет. Че, ДВОК? Да, ДВОК. О, всё, родные, родители там. И без разницы, что хочешь. В 2005-м он закончит, или в 2024-м. ДВОК видно издалека. Да, видно издалека. Вы там сколько лет проучились? Пять лет. Пять лет? Ну, если быть точно, 4-7. У нас 31 марта выпуск был. А после этого вы уже куда решили пойти? Ну, я по распределению попал в Воронежскую область, город Багучар. То есть у нас выбор был, да, ну, я хотел, конечно, на Дальнем Востоке остаться, но там всего мест пришло, что 20 человек. А там всё так было? Ну, у меня балл хороший был в училище, и у меня была возможность выбрать. И я такой, раз на Дальнем Востоке я не попадаю, я говорю, ну, в другой конец страны, как обычно, положено поеду, всё, не здесь так далеко. Ну, и на Запад, я уехал в Западный округ, вот, где я сейчас служу так же. Ну, у вас ещё в истории вашем есть Сирия. Ну, это другая часть. Это, я так понимаю, что это уже вот, когда было в последние... Ну, это я в 21-22 год, я там 9 месяцев пробыл. Арабский язык изучали? Да. Ну, я отучился, я, ну, у меня первое стремление в изучении арабского языка было в том, то, что я хотел попасть непосредственно в боевые действия. Потому что, ну, как, я учился на военного, это моя работа, быть военным. То есть надо где-то получать боевой опыт. А все же приезжают в Сирию, там, я был там, я воевал здесь, у меня там вот такое. И я говорю, ну, я должен там по-любому быть. И я, ну, добился того, что меня отправили на курсы военного переводчика. Ну, всё, я там учился 9 месяцев в военном университете. Ну, тоже сильно нас... Я не думал, что за 9 месяцев возможно выучить язык, но это само понимание, то, что это ещё тем более один из сложных языков считается. Ну, всё, нас научили, мы приехали в Сирию, я такой подхожу, думаю, сейчас поговорю с местным. А там обычный парнишка-водитель был, ну, то есть понятно, что он такой шалтай-болтай тоже. И я что-то к нему там хоп-хоп, здрасте-здрасте. Он мне вопрос задаёт, а я понимаю, что практики... Я слова понимаю, а я ему ответить ничего не могу, потому что языковой практики нету. Я такой, да ну, ладно, не может быть такого. То есть сразу весь растерялся, говорю, так, давайте меня на другое должность, типа, всё, я не буду переводчиком. Ну, посмеялись надо мной, и всё, и... Юмор, да, у него такой отличный, я прямо сижу и не на радусь. Посмеялись, сказали, нет, ну, ты же приехал переводчиком, будь добр, работай. Я говорю, я понял. А мне ещё так повезло, меня поставили к высшим чинам. И я такой, да ну что, издеваетесь? Ну, что, сразу к высшим чинам. Я только вот выпустился, я ещё двух слов связать не могу. А тут уже генералом переводить. Ну, нет. Ну, и поехали, всё, с генералом поехал переводить. Прихожу, а у меня первая самая такая встреча была, ну, прям незабываемая. Приезжаем на территорию определённую, и на меня налетают наши же парнишки. Там работали на участке, такие, хоп, такие. Так, надо перевести, помогай, помогай, ты же переводчик. Я говорю, ну да, переведи, пожалуйста, нам нужна чебурашка. А я такой, что? И у меня сразу, вот он что-то ещё продолжал говорить, а у меня в голове чебурашка. Как я объясню чебурашку? Ну, как вот вообще? У нас сейчас перерыв буквально на 4 минуты, а потом вернёмся к чебурашке и продолжим. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передачи Якутск. Сегодня у нас в гостях герой России Николай Соболев и его папа, подполковник в запасе Сергей Владимирович Соболев. Чебурашка. Мы буквально до рекламы на чебурашке остановились. Ну и всё, я растерялся с этой чебурашкой. Как перевести? Да, как ты переведёшь? Ну это вообще русское слово, чебурашка. А они имели в виду пульт управления. То есть на военном сленге пульт управления идёт. Я потом только начинаю соображать пульт управления. Ну всё, сказал он на языке, и такой открестился от них. Я две недели пытался прятаться от места. Я говорю, пожалуйста, только не перевод, ну что угодно. Местный генерал посмотрел, что потенциал есть, он сам по себе хороший человек был. И он мне сказал, иди сюда. И я с ним сидел, слова учил, мы с ним разговаривали. И вот он меня натаскал так, что я через 9 месяцев сидел перед National Geographic смотрел и понимал, про чё. Что они говорят? Ну что они говорят, да. У нас телефонный звонок. Наушники наденем, послушаем. Да-да. Алло, здравствуйте. Филипп Филиппович Христофоров, ДК Кулаковского, Льюбин. Ага, здравствуй, Филипп Филиппович Христофоров, ДК Кулаковского работает. Ага. Как раз День Победы. День Победы. С наступающим Днем Рождения вас от всей души поздравляем. С эфиром притворяем. Спасибо. Еще раз Днем Рождения наступающим. Спасибо. Окей, хорошо. И вот я сейчас... Прикольно. Ага. Поздравление. Что ли, откуда вы знаете? И 9 мая у него еще День Рождения. А Ваш День Рождения? Ну, у меня в январе. 8 января. 8 января. Ну, прямо после старого нового. Нет. После Рождества. После Рождества сразу. Рождественский. Не до Рождественских подарок. Не до Рождественских. Очень отличные чувства. Я хотела бы Сергею Владимировичу сейчас спросить. Давно их сына не видели? Ну, в 18-м я с Крыма ехал, заезжал. И то тоже так. Он с полигона зашел. Зашел. Мы на машине с другом заехали. Он, ага, вечером тоже. Мы, во-первых, ждали его там часа 2-3. Ну, пока они выползут. Здрасте, здрасте. Ага, вот квартира. Вот это. Я сейчас оружие проверю. И все. И пришел только утром на следующий день. Ихина. Нормально. Ну, как бы рабочий городок. Ну, военный городок. Тут, в принципе, понятно все. Все нормально. Единственное, что мы сидим. Где магазин, где чего, где куда. И как бы и квартиру-то тоже не бросишь вдвоем уйти. А по одному заблудимся. Ну, и все тоже разобрались. И вот с 2018-го у вас не получилось поехать в Москву, да? Нет. Ну, там закрытое же награждение было. А закрытое? Сразу мне сказали, что не дергайся толку. Толку от этого не будет. А потом такая долгожданная встреча в аэропорту. Да. Я чуть-чуть удивился. Потому что в 2018-м году он был чуть-чуть поуже. Да. А тут заходит и да ладно. Все, как у меня сразу песня этой группы Дюна. У него такая лапа, его боится даже папа. Я такой, да, да, да. Вот у вас чувство, я могу сказать. Ну, у вас буквально сейчас, сегодня будет... Когда вы уезжаете? Десятого. Десятого мы уже. Там уже в службу, в работу. Ну, конечно, люди уже ждут, уже все ждут, уже звонят. Все, возвращайся, пора побеждать. Да, пора побеждать. А дни как прошли отпускной, я так поняла, что они очень насыщенные. Тут встречи, там встречи. Да, да, я тут хоть денек успел вырваться, по городу погулять, хоть изменения посмотреть, да. А так, день забитый плотно. Везде встречи. Как встречают? Да тепло. Больше всего реакция детей поражает, на самом деле. Они как будто сначала шугаются, что удивительно, думаешь, ну, что-то вроде не с пожаром там идешь, какой-то не злой человек. А потом, ну, послушают, поговоришь с ними, все вроде нормально. И потом начинает тебя налипать. Давайте сфотографируемся, расскажите это, давайте проведем времени побольше здесь, расскажите то. Это такой, вроде сначала шугались, а теперь вот. Как одна большая семья, семья. Да, да, да. Младшие братья. А в основном, о чем они спрашивают у вас? Ну, у всех по-разному, у всех там, кто-то про сами боевые действия вот именно интересует, особенно у мальчиков, так как вот в компьютерных играх они представляют, там, расскажите побольше, там, стрелялки, такое, да. Ну, у девочек почему-то, а как вы учились? Вот у всех вот, ну, это как всегда, все девчонки же учатся, все мальчики разгильдяи. А как вы учились? Да, как вы учились, сразу так, хоп, ну, я всегда чисто отвечал. Он, говорю, и не двоечник, и не троечник, ну, между четверочкой и троечкой, да. Учиться все равно надо всегда, я говорю. А кто вот в вашей жизни больше всего вот какое-то влияние оказал в выборе профессии? Ну, господи, зачем мне этот вопрос задают, когда Сергей Владимирович здесь сидит? Да нет, на самом деле, это интересный вопрос. Вообще, я до последнего думал, что я не буду военным. Не будете военным? Не буду, да. Я посмотрел на жизнь, ну, эта жизнь такая очень. Я уже привык к отцу, то, что он мне постоянно на эти выезды катал, и я думал, все, вот она, свобода, гражданская жизнь, там, вот. И я думал, вообще, в детстве мечтал быть режиссером. Кстати, да, про это я тоже читал. Хотел быть режиссером, что-то мне даже подарили камеру, вот старые камеры еще раньше существовали. Такие большие. Ну, поменьше, конечно, с монокуляром. Все, там, уже ходил, что-то снимал, вечно все, там, ну, уже тренировался. А потом, ну, года прошли, я уже становился взрослым, 9-10 класс, и я решил свою жизнь вообще с наукой связать. Начал учить плотно физику, думал, пойду инженером-нефтяником. Все поступил, отправил документы на инженера-нефтяника дальневосточный, университет, который ДВФИ в Вадивостокске. И все, вроде, говорят, все, поступай, без проблем. И тут последний момент, и еще в феврале мы с другом решили попробовать в пограничный институт Хабаровский поступить. Ну, что-то как-то там, да-да, нет-нет, и думаю, ну, на всякий случай в ДВФИ поступлю тоже, документы отправлю. И пошел в ДВФИ, ну, в ДВФИ, и там решил остаться. Вот так вот все. Ну, сейчас ДВФИ видно издалека. Да, ДВФИ видно издалека. А с однокурсниками все тесно связь поддерживаете? Да, и с однокурсниками связь поддерживают до сих пор, да. А вот однокурсники, они же все равно как-то по военизированной стезе, они к вам ближе. Ну, я скажу больше, Юргин Игорь Васильевич, второй герой России, мы с ним вообще с одного взвода, с одного отделения. Вот у нас 17 лет мы как-то с ним связала же судьба, и у нас все бои вместе с ним проходили. И вот кроме вот, нас судьба так разделила, кроме вот наших геройских подвигов. Он был в тот момент на другом фланге, я вообще на другом фланге. И вот так вот. А обычно я воюю, я воюю, он ко мне на помощь приезжает, он воюет, я к нему на помощь приезжаю. Всегда так друг друга весь теплый встречаем. Я так понимаю, тогда он, героически, вот эти вот ваши звания пришли по разному фронтуру. По разному, да. К вам эта награда как пришла? Или это в эфире нельзя говорить? Да, можно. Ну, у меня поступила задача, у меня это 21 августа 23 года было, мне в 5 утра позвонили и сказали, давай езжай туда, не знаю куда, мы не знаем местности, ничего, но там надо действовать. Я такой, есть, так точно. Собираю свое подразделение, все, и мне причем обозначили время, в 8 утра я уже должен начать наступление. То есть мы не знаем вообще ничего, ни обстановку, ни местности, нигде противник даже находится. Ну, примерно нам дали понять, что противник вроде здесь сидит. Мы такие, какая-то интересная задача, у меня сейчас замкомбат хороший был, заместитель мой. Мы все, собираем вещи, садимся, выезжаем, боевое настроение, сейчас там всех победим, приезжаем. В 8 утра, вот как нам сказали, мы начали штурмовые действия, причем достаточно хорошо, мы начали отодвигать противника. Ну, мы чуть-чуть, у нас получилось так, что чуть-чуть ошиблись мы. Нам сказали, то, что мы не знали обстановки, нам надо было чуть раньше начать штурмовые действия по местности. У нас получилось, на 200 метров мы прям вглубь вообще противника начали заезжать. И он у нас уже позади оставался. И мы не сразу это поняли, мы думали, почему по нам стрелковый огонь со спины идет. Ну, вроде же там, как бы, вроде наши должны быть. А потом выяснилось в ходе боя, что там тоже был противник. Ну, все, за 7 дней мы выполнили задачу. Мы продвинулись вперед на 3 километра, и по фронту у нас 5 километров вышел. С минимальными потерями, причем на нас потом начали активные наступательные действия противника шли. Мы удерживали оборону все 7 дней, пока вот. Потом к нам пришел Юргин на помощь, тоже уже выселение, все пришло. Мы сидели, выполняли задачи, против нас еще 2 элитных подразделения было кинуто, ну, брошено, чтобы нас выбить. И смело стояли свои позиции, причем этот такой фланг был очень нужный для дальнейшего продвижения армии. Вот поэтому так все сыграло, то, что еще и героя получил. Ну, у меня и практически за этот же бой у меня и рядовой герой я получил. Ну, а он откуда родом? Да, он из Подмосковья вообще. Из Подмосковья. 3 километра, 5 километров, это же вообще расстояние, да? Огромное. Огромное расстояние. Страшно? Да, ну, всегда страшно. Не бывает людей без страха, я думаю. Вы переживаете всегда в такие моменты? Ну, да, но... Работа есть работа, да? Есть работа, во-первых, и я знаю, что он закончил хорошее училище. Ну, ладно, видно издалека. Да, 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 да. То есть, подготовка та же самая и как бы... Ну, я знаю, как готовили меня до сих пор, допустим. Что-то вот сейчас даже разговариваешь и всплывает из головы вообще непонятно. Уже думаешь, я 12-й год на пенсии, вроде как бы и все, тыч, раз в голову встало. Говорю, вот учили, классно как, вот как. Ну, столкнулся в Дусафе, я готовил же батальон Дусаф. Мы подготовили их, и казаки к нам потом обращались. То есть, тоже так это вот... Откуда все, раз-раз-раз, все. Побежал что-то им показывать, чик, все работает. Мышцы помнят, да, пусть коряво, но с третьей-пятой попытки, опа, все, на место встал. Все нормально, поэтому тут как-то было... Переживания, конечно, есть, но... Сейчас особенно. Когда вот так это было по два-три месяца нету, ладно, чик, на связь что-то там моргнул, я, а, нормально, нормалек. Папа, я в госпитале, все классно. Ну, все классно. Ну, работа такая. Конечно. Ну, еще есть, да, может быть, накладка психологическая, в училище тоже готовят, что, ну, допустим, нас готовили, что шел преподаватель, там, воды на тебя брызгает, говорит, товарищ упал, раненый, что делаешь? Такой, ну, правильно, идешь вперед, потому что у тебя задача там, а им санитары займутся. Все, то есть, вот в этом вопросе эта подготовка была достаточно хорошая, психологическая, то есть, вот он, ну, родину защищать, это тоже навык, приходит с кровью, потом. И, естественно, с головой. Поговорим о тыле. Вы женаты, у вас прекрасная жена, которая является вашим надежным тылом. Познакомились в школьные годы, да? Да, в школьные годы мы познакомились. Долго. Самая первая, настоящая и единственная любовь. Да? Молодец. С вами по всем гарнизонам. Да, всю дорогу вообще. Столько выдерживает. Ну, у нее гарнизон начался с курсантских годов, наверное, моих. Вот как первый курс у меня начался, так все, здравствуйте, здравствуй, служба. А какое она учебное заведение закончила? Ну, она Амурская, АМГУ, АМГУ, не помню перевод, это в Амурской области, в городе Благовещенск. Вот у нее, ну, у нее два образования, в одно... Амурский государственный университет. Вот, да, Амурский государственный университет, точно. Клинический психолог у нее основное образование. Очень идеальная, вообще идеальная пара. Идеально. А какое-нибудь увлечение, хобби у вас есть? Ну, конечно, есть. Ну, я с даймингом люблю плавать, а так вообще я тяжелой атлетикой занимаюсь. Это прям, я еще фанат вот этих железок. Да, у меня там Шварценеггер в детстве, там, Сталон и Шварценеггер, все, в качалку приходишь, мы ее так называли в школе, да. И там луч солнца там где-нибудь падает, мы говорим, дух Шварценеггера с нами, пойдем 100 килограмм, сейчас как пожмем. Поэтому он в Широкий приехал, да? В 18-м полужи был. А тут все серьезно пошло. Класс. Ну, а так, основное, это, конечно, люблю путешествовать. Люблю города наши смотреть. Я во многих городах, ну, на Западе в основном, Юг практически весь пересмотрел, наши необъятные родины. Ну, я скажу, у нас очень много чего есть в стране посмотреть. В нашей стране, да. У меня вот вопрос, вот как вы относитесь сами к идее служения своей стране? Ну, это, как сказать бы, пограмотнее. Это тяжелый, вообще это тяжелый труд, на самом деле, но это обязательно. Ну, испокон веков говорилось то, что у нас есть действительно только два друга, это армия и флот. И даже сейчас время показывает то, что у нас действительно друзья, это только армия и флот. Вот вроде близкий друг наш, Украина, который вот прям соседи-соседи, это бывшая же наша страна, которая в советское время существовала. Она же и ковала победу в Великую Отечественную войну. Ну, и тут, держите, держи фашист гранату, как говорится. И вот мы ведем такие действия. В этом моменте, когда я разговаривала с участником, вот уже с вас с Анатолием Храмовым, там реально прям агитация фашизна идет. Ну, самое такое удивительное то, что я увидел, вот оно мне прям в память вбилось. То есть мы населенный пункт освобождали, там был разрушенный дом и валялся буклетик. Буклет, вот знаете, как комикс. Сделан комикс где-то до школьного возраста. И вот у Америки же есть этот Марвел. И вот там только было «Защитники» или «Защитники», ну как-то на Украине. «Защитники». Да, вот так написано. И все, они в таких же картинках, там типа «Капитан Америка стоит с щитом, только с гербом Украины». И все, и я открываю этот буклет, посмотреть, что там. А там рассказывалось, как поставить мины. То есть, и причем это буклет прям сделан так, что даже пятилетний, ну не пятилетний, десятилетний ребенок поймет. И я такой, да ладно, ну быть того не может. И вот такой прям полноценный комикс. Если придет там русский оккупант, я прям запомню, русский оккупант, вы должны уметь ставить мины. И вот все понятно. Николай, вы герой России. А ваш герой кто? Ну, у меня он всегда был один, на самом деле. Ну, родители мои это естественно, а вот из таких личностей это Рокоссовский Константин Константинович. Двоков видно издалека. Да, это даже до поступления в Двоку я очень люблю историю нашу. И у него такие грамотные стратегические мышления были. Я вот прям читал, что 140 бесед с Молотовым, он очень хорошо описывал, что Константин Константинович Рокоссовского, что маршала Жукова. Ну, Рокоссовский мне как-то ближе. Спасибо большое. Наши 40 минут буквально вот так вот и как махом пролетели. Спасибо за беседу, спасибо за то, что вы к нам пришли. Поздравляем от всей души вас, Сергея Владимировича. И с наступающим днём Великой Победы завтра увидимся. Спасибо большое. Это вот и наша 40 минут.